Общероссийский народный фронт обнародовал итоги мониторинга детских садов страны. Его проводили в 84 регионах, в том числе и в Алтайском крае. Всего эксперты проверили 430 дошкольных учреждений. Во многих обнаружены текущие крыши, разрушающиеся фасады, сломанная мебель в группах, грибок на стенах. Самые распространенные нарушения для нашего края оказались гораздо более скромными. К примеру, отсутствие сушилок для детской одежды и обуви обнаружили эксперты в Красногорском районе. Много нареканий на состояние детских игровых площадок. Не секрет, и мы такие случаи видели в ходе мониторинга, когда даже малейшая поломка или краска, которая отшелушивается, может нанести ребенку травму определенную. Такие вещи, конечно, устранялись буквально в несколько дней. Подобных вещей очень много где вы зафиксировали? Красногорский район, Советский район, город Рубцовск. Как отметила Марина Ермоленко, в Алтайском крае, как и в целом по России, остро стоит вопрос обеспечения безопасности дорожного движения вблизи детских садов. В этом смысле отличился Советский район. Здесь у нескольких дошкольных учреждений отсутствуют лежачие полицейские знаки, а также дорожная разметка. Нарушения подобного характера должны быть полностью устранены до 1 сентября. Эксперты Общероссийского народного фронта намерены отследить в динамике результат этой работы. В этот раз мы написали письмо в Министерство образования и науки с полностью указанием, с приложением фотографий. Ну и потом точно такой же результат, который появится на сайте народной оценки качества. То есть как было и как стало.